Возможно у кого-то сегодня очень важный день, у кого-то день рождения, у кого-то сбылась мечта, у кого-то появилась новая цель в жизни. Хочется, чтобы у всех было все хорошо. Цените каждое мгновенье. Всем хорошего настроения, хорошего дня, вечера, утра, у всех по-разному. Будем говорить о праздниках на 6 августа. День железнодорожных войск России, день железнодорожника, международный день врачи мира за мир. Еще преображение Господня у западных христиан. День воздушных сил вооруженных сил Украины и день независимости на Ямайке. Еще есть необычные праздники. День грибного дождя, день проведения и день огненной воды. А также в этот день день памяти благоверных князей Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. А в народном календаре Борис и Глеб. Именины в этот день отмечают Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай и Роман. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1806 году Священная Римская империя прекратила свое существование. В 1851 году созданы военно-рабочие подразделения для охраны и эксплуатации железной дороги. В 1889 году проведен последний бой боксеров без перчаток. В 1915 году в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как атака мертвецов. А в 1945 году на японский город Хиросима была сброшена атомная бомба. В 1961 году советский космонавт Герман Титов совершил в истории второй полет в космос. В 1981 году президент США Рональд Рейган отдал приказ о начале производства нейтронного оружия. В 1991 году генерал Рудской вышел из КПСС. В 1991 году появился первый интернет-сервер. В 1993 году Черномыргин, комментируя итоги денежной реформы, произнес фразу, ставшую символом прошлого века, хотели как лучше, а получилось как всегда. В 1995 году хорватские власти объявили о ликвидации республики Сербская Крайна. А в 2002 году хакеры взломали компьютерную сеть Министерство обороны Японии. И в 2012 году марсоход Кьюрио Сити совершил удачную посадку на Марс. И родились в этот день. В 1763 году Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой отечественной войны 1812 года. В 1798 году Павел Демидов, русский предприниматель, меценат и благотворитель. В 1856 году Аполлинарий Воснецов, русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед. В 1881 году Александр Флеминг, британский ученый, бактериолог, нобелевский лауреат. В 1904 году Тихон Работнов, советский и российский эколог, геоботаник, заслуженный профессор МГУ. И в 1970 году Найт Шьян-Алан, американский кинорежиссер, сценарист индийского происхождения. Люди постоянно придумывают себе проблемы. Почему бы им не придумать счастье? На сегодня все. Всем спасибо. Не забывайте подписываться. Всем пока.